Музыка По неналоговым доходам увеличение составляет 614 миллионов рублей. Безвозмездные поступления увеличены на 6 миллиардов рублей. Из них средства федерального бюджета плюсом 3,1 миллиарда рублей. На прошлой неделе состоялось заседание Комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам Магаданской областной думы. Депутаты рассмотрели изменения в бюджет региона на текущий год. Так, общая сумма доходов областного бюджета увеличена на 11,9 миллиарда рублей и составит почти 50 миллиардов. Увеличились и расходы почти на 13 миллиардов. Дефицит областного бюджета запланирован в размере 1,7 миллиарда рублей или 5,4% к налоговым и неналоговым доходам. 50 миллиардов рублей – это впервые за весь период мы сегодня производим уточнение в таких параметрах. Хотя по окончании года у нас планируется дефицит до около 1 миллиарда рублей. Но еще и мы не заканчиваем бюджетный год, он заканчивается 31 декабря бюджетный год, поэтому вероятнее всего еще уточнения окончательные не будут выноситься. Всего в 2021 году Колыма получила из федерального бюджета около 14,5 миллиардов рублей. Кроме изменений в бюджет текущего года, парламентарии рассмотрели проект бюджета на следующий, 22 год. В Магаданской области планируется к реализации 34 государственных и одна ведомственная программы. В структуре расходов областного бюджета на их реализацию запланировано 96,4% средств. Образование – около 10 миллиардов, социальная политика – 6,6 миллиарда, ЖКХ – 4,5 миллиарда, национальная экономика – 4 миллиарда рублей. На 9 национальных проектов запланировано выделить около 2,5 миллиардов рублей. Детский бюджет превысит 10 миллиардов. А как обстоят дела с погашением кредиторской задолженности в системе здравоохранения? У нас пока идет рост кредиторской задолженности региональный. Бюджет направляет только точечно для расчета за коммунальные услуги по больницам. Но я говорю, здесь немного более длительный процесс, потому что счета у них заблокированы. И если есть исполнительные документы, то они гасятся быстрее. Если нет, то приходится делать акты сверху, выборку. То есть здесь работа у нас ведется с вниманием прокуратуры, и плюс расчеты с предпринимателями. А так, конечно, долг по ОМС растет. Но ждем разрешения данной ситуации на федеральном уровне. Поселок Сокол продолжает благоустраивать. Специалисты установили новые опоры линий электропередач. Это ветка аварийного подключения. В прошлом году сделали с северной стороны, в этом – с южной. Что же даст поселку новая ЛЭП? Это получится, что поселок полностью закольцован. В случае какого-то отключения аварийного, либо пробоя в кабеле, можно будет очень быстро переключиться на аварийную линию ЛЭПа и исключить продолжительную неподачу электроэнергии в дома. В прошлом году поселок включили в список населенных пунктов, которые подвержены опасности лесных пожаров. Поэтому требования по противопожарной безопасности особые. Для того, чтобы сохранить жизнь и имущество соколовцев, специалисты сделали особые минерализованные полосы. Ширина 6-10 метров. В связи с новыми нормативами мэрии города Магадана было принято решение о расширении существующих минерализованных полос до минерализованных разрывов. Это ширина 30-40 метров, что значительно снижает возможность перехода огня с лесных массивов в сторону поселка. За моей спиной вы видите, что ширина где-то 30-40 метров противопожарного разрыва. Работы выполнялись предприятием комбинат зеленого хозяйства практически все лето. В настоящее время продолжаются работы на западном и северном направлении. На прошлой неделе в Магадане состоялась непредвиденная встреча двух магаданцев с косолапым. Это произошло в районе Солнечного. Медведь практически сразу напал на одного из парней. Второй же попросту убежал. Мужчина получил травмы. Ему удалось спастись благодаря доске, которая лежала рядом. Он ударил ей медведя по голове, и зверь перестал его грызть и убежал. Медведи маленькие, молодые. Скорее всего, они сами в берлогу не залягут. Медведицы с ними нет. Поэтому будем смотреть по ситуации, что мы будем предпринимать. На данный момент мы пробовали, подходили к ним. Вернее, это было в среду. Кетардами я сам лично их отгонял. То есть они ушли, но получилось, что вернулись обратно. То есть петарды на них не действуют. Дальнейшие наши действия, еще раз повторюсь, будут по ситуации. Несмотря на то, что разыскиваемые медведи молодые, им нет еще и года. Но уже весят они около 80 килограмм. Удар лапы такого медведя может привести к серьезным трагическим последствиям для человека. По мнению инспекторов, эти медведи в спячку уже не залягут. Так как они являются молодыми особями. И берлоги строить еще не умеют. А ту берлогу, в которой они родились, они ее попросту не найдут. Их выход к людям тоже вполне объясним. Сейчас для них кормовая база это только шишки. Охотиться в силу своего возраста они не умеют. Поэтому они идут к людям. В поисках пищи туда, где для них нерадивые граждане подготовили бесплатную трапезу. Помоечный пир. Единственная просьба для жителей нашего города воздержаться от прогулок в данной местности. Это у нас получается где-то примерно от Снегорки до поворота на Андрейский карьер. То есть здесь тем более в сумерках, в темное время суток, чтобы здесь люди не находились. Потому что медведь, зверь непредсказуемый. Соответственно понять его поведение невозможно. То есть он может подойти и поластиться, а может и кинуться. И также просьба наших зоозащитников не подкармливать зверей. И объяснять это опять же в прессе, насколько можно. То есть никаких подкормок не должно быть. Ни в коем случае. Потому что люди сами провоцируют нападение дикого зверя. А если говорить о защите от дикого зверя с ним при встрече, то гарантированного способа нет. Сто процентный способ это не ходить в лес и сидеть дома. Другие же современные способы свистки, крики, дезодоранты, огонь, танцы с бубнами и подобное. С эффективностью защиты 50 на 50. Может повезти, он испугается и убежит. Но ровно настолько же может и не повезти. В минувшие выходные в муниципальном центре культуры провели торжественное мероприятие. Посвящение в первоклассники. Юных театралов, хореографов и музыкантов познакомили с миром искусства. Лилия Бережная – творческий человек. Девочка пошла учиться игре на скрипке. Рассказывает, что ей нравится мелодия, что издает этот музыкальный инструмент. Мне очень нравится мелодия скрипки, песня. Я надеюсь, что очень будет интересно. Для ребят в этот торжественный день выступили танцевальные ансамбли, музыкальные и театральные коллективы «Скоморошина», «Живое слово», «Джембэбис». В холле оркестр тематической программы приветствовал гостей праздника. Кроме того, работала выставка художественно-изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Школы искусств в этом году приняли почти 400 детей. Четверть ребят – музыканты. В нашей школе, в музыкальной школе, в этом году 74 первоклассника. Очень много детей-музыкантов. Дети все набрали в этом году деток немножечко больше, чем в прошлом году. И тем более радостно, что в прошлом году такого праздника у нас в связи с пандемией не было. В школах искусств областного центра трудятся более ста педагогов. Дети обучаются по разным направлениям – струнные, духовые, народные инструменты, фортепиано, хоровое и сольное пение, изобразительное и театральное искусство, дизайн, а также декоративно-прикладное творчество. Каждый ребенок может многого достичь. Стать чемпионом. Мне плевать, что ты хочешь. Открыть новые планеты. Отец тебе задаст. Стать рук звездой. Не лезь, куда не бросит. Путешествовать. Какой же ты бестолковый. Сделать карьеру. Да что из тебя выйдет? Иметь большую семью. Сколько можно? С каждым жестоким действием и словом частичка будущего исчезает. Откажись от насилия ради лучшего будущего.